Про кей-поп слышали самые закоренелые, не любители и не фанаты музыки. Милые мальчики, милые девочки, сладкие голоса, идеальное поведение и удивительная трудоспособность. Да-да, они уже много лет в тренде. Интересный факт. Оказывается, изначально кей-поп-культуру олицетворяли свободный доступ к трудовым ресурсам и самопродвижению. До 1989 года граждане Южной Кореи и не очень-то путешествовали. Они должны были получить разрешение от правительства, чтобы поехать за границу. В 90-х зарубежные поездки перестали регулироваться и резко выросло количество путешественников, преимущественно из среднего класса. Люди жаждут познавать мир и знакомиться с культурой иностранных государств. Другим значительным событием в 90-х, способствующим культурной глобализации, было снятие Кореи запретом японскую культуру. Так что такая красивая история началась с того, что многие молодые люди мечтали вырваться на свободу из повседневного банкута. Молодежь хотела жить в менее регламентированной и менее угнетенной стране. Ну а потом кей-поп-культура трансформировалась и от социального движения стало визуальным перформансом музыки и танцев. А раз дела пошли таким образом, Южная Корея решила использовать пример Соединенных Штатов и создавать бренд для своего национального продвижения, подобно тому, как продвигают себя корпорации. На мой взгляд, у них очень даже получилось. Кей-поп-мания завирусилась в умах современных подростков, да и не только.